Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки! Расскажу немножко об одной из своих гитар. Для своей коллекции я не только заказываю именные гитары у выдающихся мастеров или в кастомшоповских подразделениях мировых гитарных брендов, но зачастую приобретаю и старенькие, потертые, поржавевшие, побитые, перекошенные, побывавшие в рок-н-ролльных боях гитары на всяких барахолках, комиссионках, в том числе и интернет-барахолках. Стоят такие инструменты в этом состоянии недорого. Но у меня есть друзья в гитарной мастерской, которые приводят мне подобные гитары в божеский вид и восстанавливают божественный звук. Вот недавно я у одного частного лица совсем за недорого, за небольшие деньги в интернете нашел и приобрел старинный, повидавший виды, но зато кастомшоповский инструмент. Видите, какой красавчик! Это гибсон СГ, далекого 1978 года рождения. Он еще, видите, в таком старинном кофре, видите, к сожалению, отлетает. Я думаю, что многие из вас такого кофра еще и не видели. Ну, я сам, честно говоря, первый раз такой кофр увидел. Вот он в таком кофре продавал. Вы уж извините, у меня рука немного болит, я ее так держу. Поэтому гитару не могу в руки взять. Но зато, видите, в таком красивом чехольчике, он с бархатом, как положено, как и делали тогда кастомшоповские гитары. Так что такую гитару я приобрел у частного лица. Она потертая, с проржавевшими тут колками, не строит на разных ладах, немножко грифы, да, перекошенный. Потенциометры хрипят. Поэтому я решил ее отдать в мастерскую моим друзьям в Мозремонт, которые, как правило, приводят мои гитары в порядок и вообще поддерживают их в нормальном состоянии всю мою коллекцию. Эта модель была придумана впервые и изготовлена на фирме Гибсон аж в 1961 году. В развитии знаменитого Лес Пола, самой знаменитой модели Гибсон, которая ассоциируется у многих с самой рок-музыкой. Но на тот момент, на начало 60-х годов, продажи Лес Пола слегка подупали. И поэтому в компании Гибсон появилась маркетинговая идея обновить и внешний вид, и конструктив гитары. И она сделана на базе Лес Пола. Вначале она так и называлась, Лес Пол СГ, что расшифровывается с Solid Guitar, имеется ввиду из цельного куска дерева. Так они и сделали. Они сделали корпус из цельного куска дерева и сделали его тоненьким. По сравнению с Гибсон Лес Полом. Гибсон Лес Пол практически в полтора раза толще. За счет этого гитара стала легкой. Для концертной деятельности очень удобной. И еще второй, они сделали второй вырез. Здесь. Что тоже также добавило удобства для гитаристов, для игры. Подбираться к нижним ладам стало удобнее. В исходной версии было два хамбакера. Затем, слегка попозже, добавили третий звукосниматель. Сделали корпус из красного дерева и назвали модель Deluxe. То есть, сделали вариант для блатных и богатых. Но это как с автомобилем Porsche Cayenne, который называют Volkswagen Touareg для богатых. Так как это практически одна и та же машина. Гибсон СГ сразу же приобрел популярность у музыкантов. Кто играл из знаменитостей на таких гитарах? СГ, на мой взгляд, ассоциируется с Ангусом Янгом из ACDC. Он зажигал все время на своем знаменитом СГ. По-моему, он такой красно-бордового цвета был. Играли на СГ и Томми Айоми из Black Sabbath, и Робби Кригер из The Doors. А из более современных известных гитаристов играет Даран Малакян из System of a Down. Так что вот такая вот прекрасная гитара. Повторюсь, я все свои купленные гитары, особенно старые гитары, когда покупаю на барахолках, были вообще очень изумительные экземпляры. Допустим, я Олембик купил, который уже давно не производится. Который купил, не помню, то ли за 200, то ли за 300 долларов. Его цена на аукционах, когда его мне привели в порядок, начинается в Англии от 10 тысяч фунтов. Поэтому, когда в Музремон случайно заехали люди из британского посольства, увидели, что они делают мой Олембик, они сразу сказали, продайте, продайте. Но тебе не продали, конечно, это моя гитара. Повторюсь, гитара в данный момент времени разбалансирована, потенциометры хрипят, проржавевшие где-то вещи, потертые, сколы, царапины. Гриф слегка поведенный, потому что в некоторых ладах не строят струны. Поэтому сейчас мы ее повезем в Музремонт. И я надеюсь, что они приклеят и вот эту крышечку мне, чтобы она не отваливалась. Нельзя. Все, поехали. Уважаемые любители рок-музыки, ну а что из этого получится, мы посмотрим чуть позже. Здравствуйте, Григорий Иванович! Прячьтесь от меня! А где моя СГ-шечка? Где она? У нас все готово. Вот, а я вам говорил, что здесь самые лучшие люди, здесь самые лучшие мастера, все готово. Приезду в Олочко СД. Вы нас думали в расплох застать? Да. А вы готовы. Сейчас я пыль с нее смотну, с вашего разрешения, и мы продолжим. Я все время мечтаю застать их врасплох, не получается. Но такие вот люди прям, ну не выходят у меня ничего, где моя СГ-шка? Уважаемые любители рок-музыки, с вашего позволения я скину пальтишко, а то тут прохладно. Ну как вам видок мой, уважаемые любители рок-музыки? Вот и дети тут несут мою великолепную гитару. Кастом-шоповскую СГ-шечку. Вот она еще в стареньком футлярчике. А, ну, а, ну, а. Величайший экземпляр. Вот, слушайте, умного человека. Кастом-шоп, сделанный очень классно. Григорий Иванович, а медиатор найдется? Дайте, дайте я тоже попробую. Я без медиатора не могу. Я же великий гитарист. Меня так любят хейтеры. Они все время мечтают, чтобы я им что-то нибудь сыграл. Сейчас сыграть. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Машу хорошие, 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 хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok Григорий Иванович. Григорий Иванович, спасибо. Да мне всегда хорошо. Рады быть причиной для хороших новостей. Вот. Вы видите, тут, вот сюда, когда приезжаешь, здесь причины есть для хорошего настроения. Мне, будем говорить, привели в порядок, вот этот вот очень редкий инструмент, которого мы уже не знали, 30 ему, вот этому инструменту. Но его привели, почистили, помыли, побрили. И он зазвучал как новый, даже лучше. Он зазвучал как старый, вот так вот. Новый, так не звучит. Красавчик. Эй, забыл про него. Значит, все, молодые, все довели в порядок, дали подровняли. Так, 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 так. Электричество, значит, поменяли переключатель здесь, а ну, сам тоже скрипел, Да, гнездо поменяли. Все, что из нее можно выжить, вот, выжить, а осталось только наслаждаться. Все, понял. Уважаемые любители рок-музыки, скоро вы услышите мощнейшие рифы, звучащие с этого гибсона SG. Ну, а что делать? Нам деваться некуда. Нам нужно идти к вершинам рок-н-ролла. А для этого нам нужно лучше гитары. Вот поэтому мы здесь. И Григорий Иванович нам сделал прекрасный инструмент. На этом все. На этом все, мой репортаж закончен. Всем привет. Все, мы поехали. Я первый раз попросил спасти вместе со мной маленькую формальности. Обожаю формальности. Но маленькие только. Обожаю маленькие формальности. Потому что формальности большие, я этого не люблю. Такой я человек. Вот поэтому мне противопоказано заниматься бизнесом. Именно поэтому я пошел в рок-н-ролла. Потому что большие формальности я не люблю. Поймите это, уважаемые любители рок-мон, ну поймите это. Ну никак не понимают. Ну что ты сделаешь? Я говорю, Григорий Иванович. Не понимает, нафига ты говорят, рок-н-роллом занялся. А я говорю, да вы чу? Вы чу? Две хороших новости. Одна новость, ну чисто моя, другая, ваше появление. Всего доброго. Спасибо. Мысли вслух, точны и честны. Мысли вслух, о том, о сём. Интересны мысли, если сказаны Малощуком. Малощуком.